Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня встречаемся на канале Голос Силиконовой Долины. И у нас гость. Вот, гость, представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Я живу в Москве, мне 26 лет. Вообще, хотел рассказать свою историю. Так. Началось это еще с университета, когда я учился на юриста. Я всегда интересовался IT-сферой, и пока учился, понемножку пытался программировать на платах Ардуино. Может, вы знаете, микроконтроллеры такие. Не знаете? Ну, не я. Нет, я не знаю. Итальянцы выпустили микроконтроллеры для того, чтобы на них можно было робототехникой заниматься. А, понятно, да. Хорошо. Да, там был адаптированный язык наподобие C или C++, что-то такое, но с своими библиотеками. И пока я учился, я понял, что юриспруденция – это не мое, что я хочу заниматься IT. Я понял, где-то на третьем курсе. И уже решил, что раз уже начал учиться, то надо все равно доучиться, а потом уже искать какие-то пути. Закончил я университет в 2014 году и пошел на первую работу. Первую работу я работал в банке юристом. Мне это все ужасно не нравилось. Я там проработал где-то, наверное, месяцев пять и пошел искать чего-то поближе к технической такой части. А платили-то очень хорошо в банке? Не очень. Не очень. Это был в 2014 году где-то 28 тысяч рублей. Это вот еще до падения. Это типа тысячи долларов в месяц по тем временам. Ну, где-то около тысячи долларов, да. И пошел уже в МЧС. Мы занимались, ну, в отдел, который занимается юридическими вопросами, но параллельно у нас была работа с беспилотной авиацией. Ну, тоже на уровне юридической, это закупки, программное обеспечение, ну, что такое. Ой, детка. Так. Скажи, привет, привет. А покажите вот девочку, сколько ей? Пять лет. О, уже в ютубе девочка пять лет. По маши ручкой. Да, по маши ручкой. Все, привет. Так. Закупали там чего-то авиацию. Да, закупали беспилотники. Да, садись рядом. Закупали беспилотники для нужных... София, София, ты прав камеру. Вот. И как бы платили нормально уже в МЧС, но что-то в жизни не хватало. Как-то было грустно, я не знаю. Искал какие-то пути, чем бы интересно заняться. Потому что работа, в принципе, приносила какое-то уныние. Когда ты с девяти до шести там сидишь и не понимаешь, куда развиваться, что делать. Ну, обстановка вся. Ребят хорошие, там, я не знаю, там, общение какое-то. Это присутствует? Ну, в госструктурах с этим очень сложно, на самом деле. Понял, понял. Да. Хорошо. А молодых ребят много, но они быстро как бы приходили и уходили. В основном это были вот курсанты, кто Академию МЧС заканчивал. Так, я чувствую, у нас тут подвисает. Опять что-то. Но более... Подвисла картинка. Да, да, сейчас вроде пошла снова. Переходить на другую работу, тоже юридическую, но ближе, наверное, к такой полувоенной сфере. Я, посмотрев как бы на все, что вокруг... Все, что творится вокруг, решил, что все, хватит уже этим заниматься. Что надо что-то делать. Да, друзья, у нас что-то подвисает немножко. Связь между Москвой и Калифорнией подвисает. Так. Сколько там тысяч километров? Решил что-то делать. Наверное, сделал такой выбор. Я ушел с той работы, с МЧС, и как раз ждал, там надо будет неделю или две подождать нового места. И за эти две недели, пока я отдыхал и обдумывал, я понял, что ну не туда, не туда. Надо что-то менять. Надо что-то менять. И отказался. Вот в последний момент перед подписанием контракта я отказался. Ушел в никуда как бы. Да, я говорю, нет, я к вам не пойду. Нет, все, хватит. Хватит, надо что-то делать. И первоначально, когда я задумывал, что у меня не было, чтобы какие-то деньги были, заняться съемом тех же свадеб мероприятий различных с беспилотников. Ну, вы знаете, DJI-компания делает такие маленькие с камерами. Да. Вот. Начал заниматься этим и параллельно на YouTube наткнулся... А, ну я что-то искал по IT, я уже не помню. Наткнулся на ваш канал как раз. Угу. Где вы рассказывали про тестирование, про то, что в принципе многие-многие профессии переучиваются в тестировании и уходят в IT. И тогда я, в принципе, подумал, а почему бы как бы нет, почему бы не попробовать как путь. Вот. И я смотрел ваши курсы, вот то, что у вас русскоязычные. Угу. Вот. И параллельно книжку купил... О, сейчас я вылетел. Как она? По-моему, вы ее используете у себя. Камер? Да, да, я в оригинале ее взял, да. А, вот, и еще язык начал учить, да, потому что язык на тот момент у меня был, ну, я не знаю, очень-очень плохой, очень. Вот. Я начал очень активно учить английский язык. Вот, и за год я его, кстати, очень хорошо потянул. И, да, через три месяца после того, как я начал заниматься вот тестированием, я нашел первую работу. Там буквально сколько я ходил? Ну, наверное, собеседований восемь. Восемь. Потому что, в принципе, в Москве рынок, наверное, тестирование достаточно перегруженный. Потому что, ну, как бы, в IT проще, да, чем в разработку. И желающих, там, без опыта достаточно много. Ну, восемь интервью – это много. Все-таки, понимаете, когда плохо, это когда интервью нет. А когда интервью есть, то есть они смотрят и говорят, да, человек без опыта, но, может быть, он такой, как бы, с перспективой. Поэтому это неплохо, восемь интервью. Ну, в принципе, да. Это еще не так плохо. В основном проблема была, наверное, опять же, вот из-за этой привзятости, из-за которой я, как бы, сначала не понимал, как уйти в IT. Из-за того, что все хотели, ну, не все, а, как бы, но большинство компаний хотело именно профильное образование. Они даже у себя в вакансиях писали, там, выпускники профильных вузов, там, Бауманка, МГУ, там, и так далее. Они очень хотели, я не знаю, почему-то вот именно таких. Ну, понятно, почему, потому что люди с профильным образованием гораздо быстрее набирают обороты, и они просто быстрее входят в курс дела, быстрее учатся. Ну, в принципе, да. И вот попалась одна компания, которая занимается мобильной разработкой, и я пришел к ним на джуниор позицию, вот, и начал развиваться. Но они занимаются чисто мобильной разработкой, без автоматизации, ручная, это был в основном аутсорсинг для различных компаний. Но это по деньгам, это было меньше, чем вы раньше получали? После МЧС, да, это было меньше, ну, наверное, почти в два раза. Ну, так как джуниор позиция, как бы я понимал, что без опыта, там, без особого, да, как бы платить никто не будет, но, в принципе, не так плохо тоже. И параллельно, параллельно в этот момент я уже начал изучать потихоньку джаву. Я ее выбрал, ну, просто смотрел, наверное, на статистику и дальнейшие возможности, которые есть с этим языком, там, у меня был бэкэнд-разработка и все, что с этим связано. И начал учить. И пока я работал в тестировании, вот, год, я параллельно на работе, там, пытался выкрыть время в обед, по дороге домой, там, по дороге на работу. Я так как в области живу, у меня, там, в Подольске, в городе, и у меня дорога где-то доработает часа два, заинтересно. Я Подольск хорошо знаю, я когда на даче вот ездил с родителями, там, в сторону Серпухова, вот, там всегда через Подольск. Да, поэтому где-то часа два, два туда, два обратно, четыре часа в день, да, как бы, я старался это время максимально, там, использовать, там, английский учить и джавой заниматься. Ну, еще вечера и выходные, как там получало, да, все свободное время на это тратить. И где-то проработав год, я понял, что, в принципе, ручное тестирование уже точно перерос. Автоматизации нету, да и как-то разработка, наверное, оказалась уже ближе. И я тоже был не очень уверен, как насколько... Насколько сложно перейти из тестирования в разработку, опять же, без опыта разработки. Я писал свои проекты, писал свои проекты на гитхабе, выкладывал. И тоже как-то уже все надоело в тестировании, потому что я уже понимал, что я перерос и готов идти дальше. И, в принципе, мне, наверное, помогли на моей прошлой работе, вот, в тестировании. Они предложили вариант, они говорят, мы тебе помочь не можем, потому что у нас, как бы, андроид-возработка, ты не хочешь этим заниматься, и, там, iOS. Мы тебе предлагаем, что ты вот сейчас уходишь, мы тебе за месяц вперед выплачиваем зарплату, и ты за это время ищешь себе новую работу в разработке. Я думаю, ну, а почему... То есть они поддержали материально, как бы. Да, они поддержали материально, но, видимо, как бы, они уже понимали, что, так как я хочу заниматься именно разработкой, что толку от меня, там, в тестировании в дальнейшем не будет, и им надо какого-то человека, там, на мое место взять уже. Вот. А так просто, так как они не могут уволить, там, да, они предложили такой вариант. А почему нельзя уволить? Ну, в принципе, ну, нужны основания, либо я должен, по собственному... Я понял, хорошо. Ну, а как строго-то? Да. Ну, у нас, как бы, компания такая приличная была, они... Ну, они не хотели портить свою репутацию. Понял, понял. Потому что они достаточно такие известные на рынке мобильной разработки в России. Вот. И я ушел, я ушел. Поехал на отдых с детьми, с женой, на 8 дней на море отдохнуть, голову уже расслабить. И параллельно, опять же, там, быстро-быстро читал книжки, да, там, подтягивал теорию, потому что практики у меня достаточно много было, я свой код писал. И параллельно, как бы, рассылал свое резюме. У нас есть такой большой сайт, как... Да, HH. И через LinkedIn. Да, да, да. И LinkedIn, хоть он и заблокирован у нас, но работодатели его используют очень активно через прокси-сервера. Вот. И за это время, пока я был на море, мне поступило несколько предложений. Вот. Я съездил буквально там на 4 интервью, и на последнем из них мне прям во время интервью предложили место. И я сразу согласился. По деньгам это было больше, чем начинающему тестеру? Больше, чем начинающему тестеру, да. Вот. И вот сейчас, да, сейчас я занимаюсь как раз уже разработкой Java, там степ технологии Spring у них идет, докеры. Это как давно? Ну, вот уже месяц, уже месяц. А, подождите, что-то я не понял. Четыре года назад вы решили стать тестером? Нет, нет, нет. Я стал, решил стать тестером сколько? Год назад. Четыре года назад я был юристом. Я работал в банке, потом в Руссии. Год назад вы решили в тестировании, я понял. Год назад, четыре года назад вы институт закончили. Четыре года назад вы решили стать тестером, я понял. И за этот год вы самостоятельно в электричке подучили джаву и пошли искать работу. А то, что вы, например, работали в тестировании, для тех, кто вас нанимал, это имело какое-то существенное значение? Или это было то же самое, что бухгалтером? Существенного, наверное, нет, потому что все же у нас было тестирование мобильных приложений. С вебом и с бэкэндом я не сталкивался. Но, скорее всего, опыт в IT, я думаю, помог. Потому что у меня было две у них позиции. Практикант и как раз джуниор позиция. И меня взяли именно на джуниор позицию, я думаю, что именно из-за того, что у меня был уже годовой опыт в тестировании. Хорошо. Но вы как бы удовольствие получаете от процесса? Я огромное удовольствие получаю сейчас от процесса разработки. Я прям настолько доволен и вообще счастлив, что я смог из юриста. Потому что тогда у меня было вообще непонимание жизни. Я не понял, куда идти, что делать. Мне настолько все не нравилось. И считалось, что пока ты второе высшее не получишь, ты никуда не денешься. С точки зрения отношений в IT-шной компании. Там ребята, наверное, достаточно молодые в целом. Есть какие-то такие отношения? Приятно идешь на работу, люди хорошие как-то помогут. И как бы не злые как-то так. Да, да. Вот как раз совершенно большая разница между государственными структурами и коммерческими. И у нас очень много молодых ребят. И все помогают друг другу. Потому что у нас, как я понял, не я единственный вообще без профильного образования. У нас есть девочка, которая вообще театральный институт закончила. Хорошо. У нас на хорошее интервью проходили. И парень, который работал музыкантом в Росгвардии, в оркестре. Да. У меня был студент один, очень успешный. Он недавно приходил, уже, наверное, лет 6-7 работает. Так он когда-то еще на изломе, вот это вот СССР, там не СССР, он вообще музыкант был, на трубе играл. И его забрали в армию, на флот его забрали. Он в Севастополе, значит, там в военно-морском оркестре, значит, там играл на своей трубе. И вот так у него фотографии, так он в этой своей, без козырки там, все как положено. Борячок такой прям. Вот. Так что... Музыкантов пойти много. Музыкантов пойти много, да. Ваш канал мне очень-очень помог. Я мотивировался, смотря ваши видео постоянно. И до того, как я вообще с вами столкнулся с вашим каналом, я был, наверное, таким вот, ну, человеком, который смотрел новости, верил всему, что говорят. А сейчас у меня вообще просто поменялось все, мировоззрение. И жену я посадил на ваш канал. Она тоже... Ну, действует на супругу? Действует, действует, да. Как бы она верит тебе, что в Штатах жить хорошо. А-а-а. Ну, вы знаете, что... Просто разные источники информации, когда ты смотришь, человек, на самом деле, он верит тому, что хочет верить. И слышит то, что хочет слышать. Ты не можешь услышать больше, чем ты готов услышать. Поэтому это говорит только о том, что у вас уже там где-то сидело, вам просто не хватало вот информации, потом вы ее искали, так локатор крутился, вот так вот потом нашли, искали О. И просто вам этого не хватало. То есть, если бы вам не хватало чего-то прямо противоположного, вы нашли бы прямо противоположное. Поэтому, как бы, я очень рад, да. И в перспективах, вот я сейчас хочу там получить опыт и параллельно, наверное, писать свой проект. Там есть парочку идей уже. И как-то, наверное, делать стартапы и потихоньку искать пути. Ну, для себя я вижу, как бы, несколько путей миграции. Это либо внутрикорпоративный перевод через компанию, либо, как бы, по стартапу, как Марина Могилко, она же, вот эту визу получила. Ну, у Марины-то уже стартап был на ходу. То есть, они же, ну, вот так. Сначала там у Марины, что там было так, у нее сначала было агентство просто живое. Просто сидели люди. А потом они к этому агентству приделали такой софтворный интерфейс. А за этим интерфейсом все равно продолжают сидеть люди. Там вот, в последний раз я с этими ребятами сел, там человек 40, у них уже сидит людей, которые все это обрабатывают. Поэтому, так, как бы, особый талант, понимаете? То есть, программировать один талант, стартапы делать другой, видеоблогерам третий. Я все время смотрю на ее канал, я думаю, а как так вот, что такое надо делать, чтобы у тебя каждый день там по тысяче подписчиков? На три канала. На одном, на одном. На три канала там может быть их там трое больше. На одном единственном канале, за которым я посмотрю, там чуть ли не 600 тысяч, я не знаю. И она же недавно совсем, в общем-то. Что же такое должно быть, чтобы... И у нее видео-то не так много, по сравнению, скажем, со мной. Я думаю, что такое? Может, люди умеют как-то, на какой-то талант должен быть к этому делу, безусловно. Возможно, да. И как третий вариант, да, это возможно как-то через учебу получить профильное уже образование, в США. Вы можете посмотреть видео, я вот буквально пару дней назад с Алексеем в машине, в Красном, в Севете, мы же с ним снимали, когда он только приехал. Вот он на дачу ко мне приезжал, и мы там его снимали, я, по-моему, несколько раз даже с ним снимал. Ну вот он через Таню Богданова, она его инструктировала, и вот он приехал, он, правда, уже был айтишником, ну, собственно, и вы как бы айтишник, да? Он в Китае до этого жил, вот он сейчас говорит, что он тестировал, я думал, что он программировал, но он тестировал. И вот он приехал, и фактически находится в такой ситуации, когда буквально там что-то, три дня в месяц, по выходным, он должен учиться в этом университете, остальное время он может работать. Слушай, так можно жить. Господи. Вот это СПТ, ОПТ, да, вот эти, это разрешение на работу. Разрешение на работу. СПТ, это когда ты учишься, но тебе разрешают работать. ОПТ, это когда ты закончил, и тебе разрешают работать. Но там в зависимости, вот он как раз рассказывал, что там если университет аккредитованный или не аккредитованный, то если не аккредитованный вам дают 12 месяцев, и нельзя продлить вот этот ОПТ. А если он аккредитованный по таким вот специальностям, как в частности компьютер-сайенс, то вам потом можно этот месяц, этот год, эти 12 месяцев продлить там чуть ли не 27 месяцев. Мало того, но у него что получилось? У него был всего год, так он пошел в бизнес-кул учиться, и вот он сейчас как бы получает, или получилось, или там получает, получает своего мастера там по бизнесу, а параллельно вот работает. То есть как бы так, ну там получается за это время еще можно успеть как-то там ту же рабочую визу уже получить. Так и грин-карту можно сразу, вот я так понял, что там речь шла о том, чтобы уже сразу грин-карту ему делать вместо рабочей. А, так это же проще. В лотерее надо участвовать, и в этой лотерее пролетаешь, можно сразу рабочую визу, в смысле грин-карту делать. Правильно, раз ты уже в Штатах, ты имеешь разрешение на работу, тебя берут, они тебя делают грин-карту, да. Да, но в этом случае вам тогда понадобится профильное образование, или довольно много лет опыта. Так, я могу профильное образование как раз получить в США. А вы, кстати, и получите, да, конечно, там же и получите. Это правда. То есть, когда ты уже умеешь, и когда ты можешь учиться и работать, и у тебя есть квалификация, чтобы работать, ну, конечно, это замечательный путь. Из последнего, что у нас было на канале, мне очень понравилась история ребят из Челябинска, тоже они приезжали к нам, мы с ним там по Санта-Крусс бродили, и они рассказывают эту историю, что парень поехал в Минск работать в ИПАМ, и проработал там год, и, значит, не ИПАМ, я извиняюсь, ну, там какая-то другая компания типа ИПАМ, и они его вот перебросили сюда. То есть, договаривались на год, он там проработал год, и вот они сейчас переехали. И я хочу сказать, слушай, Минск, это же не тьму таракань какая. Ну да, но у нас ИПАМ тоже есть. Это Европа фактически. Ну, в Москве, конечно, в Москве чего же там. Из Москвы в Минск ехать, наверное, не надо. Но из Челябинска, если там ничего такого нет, почему же? Так что их тут много, вот сейчас таких вот, которые через эти конторы приезжают, вот так по гуглу идешь, там толпами. Да, да. Молодые, симпатичные, на хорошие денежки. Им тут прилично платят. В общем, все очень прилично. Да, да. Поэтому я так воодушевлен, да, вот то, что теперь я вижу будущее, вижу, куда идти, куда развиваться, да. И сидеть, засыпать, я считаю, что как бы, ну, если человек хочет чего-то в жизни добиться, надо делать. Потому что откладывать, откладывать, вот там сидеть, думать, уходи сейчас с работы, возьмут на другую, не возьмут. Ну, так можно до бесконечности откладывать. Надо просто делать. Вы знаете, что, вот я когда читаю, тоже современную литературу, там пишут о том, как отменили крепостное право на Руси. Большая трагедия была, потому что люди жили, ну, во-первых, конечно, экономически их раскрепостили, не дав земли, то есть они должны были за землю горбатиться. Вот, но люди привыкли к определенному укладу жизни. Вот есть барин, барин заботится. Ну, вот, скажем, есть колхоз, да? Ты в колхозе, как-то вот тут колхоз, тоже такая феодальная форма, закрепощающая. Вот тут барин, приедет барин, барин нас рассудит. То есть как-то вот есть некий уклад, и вдруг бах, и этот уклад грохнулся. Но, конечно, были люди энергичные, инициативные, которые побежали, тут украли, там прикупили, здесь спекульнули, там, может, замочили кого, я не знаю, но во всяком случае как-то встали. Вот дело Артамоновых, очень интересно, если бы вы читали, вот оно вот это понеслось. Но в основном-то, в основном-то народ пропадал с этого дела. Пошли в города, там, по 12 часов работали, детский труд, там, 10-летние дети, там, по 12 часов работают. Ужас. Вот то же самое вот сейчас, да, то есть, как бы нет крепостного права, но все равно, как бы, вот есть крепостные, и крепостной ждет, придет барин, барин рассудит, крепостной не пойдет решать ни один вопрос. Он может только, если уж совсем извереть, пойти с вилами куда-нибудь, и что-то поджечь. Да, это правда. Да, этот, как там, Пушкин, да, говорит, страшен русский бунт, там, жестокий и бессмысленный. Вот это, пожалуйста, этого сколько хочешь. А так, чтобы вот пойти и что-то сделать, понимаешь, это можно ругать власть, можно ругать, там, за границу, за кулису, а пойти забор, покосившийся, выправить, понимаешь? Это, ну, кто пойдет забор ставить? Ну, кем надо быть вообще? Насколько себя не уважать, чтобы там, покосившийся забор поправить? Поэтому, если есть желание поправить забор, надо поправить забор. Если есть желание покрасить, там, что-то, надо пойти и покрасить. Если есть желание поработать, надо пойти поработать. Но, нельзя осуждать людей, которые, допустим, по-другому видят жизнь. Они как-то по-своему ее видят. Ну, 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 если у вас другой, другая энергетика, какой-то другой интерес, ну, так живите свою жизнь. Не жить же вам их жизнь. свою жизнь конечно вот то есть все начинается с просмотра друзья все начинается с просмотра канала голос силиконовой долины у нас был я вам расскажу конкурс но это далекий от вас случае но тоже интересный по-своему не помню что там как он назывался один из самых первых наших конкурсов парень видео прислал я просто обмер он был ну не то что алкаш но такой достаточно спившийся то есть он он не помнит времени между что происходило между тем как он выпил еще раз выпил он уже не помню вот и 1 да и он был уверен что вот запад нас гнобит там или еще что-то и тут он какую-то передачу вот в момент просветления между двумя принятиями он какую-то передачу по телевизору смотрел и там говорили что англосаксы в целом как класс они хотят споить русский народ чтобы уже совсем его угрохать и тут что-то его разобрало и он сказал вот я вам на зло суки пить не буду вам назло и он значит да чтобы вы так раз вы так вот хотите нас угрохать и протрезвел и стал смотреть по сторонам и в общем так потихонечку начал смотреть наш канал вот так как-то вот это переключился и это же как-то его жизнь так закрутилась он думает об иммиграции вот так тоже был очень очень неожиданный такой оборот и я я почему значит обрадовался когда вы написали мне в скайпе потому что я я часто получаю такие знаете сообщение что вот вы знаете михаил вот как это начал там поменял галстук потом думать надо рубашку надо брюки надо костюм менять потом значит мебель там уже и жену с детьми все поменял и вот и вот такие истории как он вот в качестве галстука был наш канал вот он пришел начал смотреть наш канал после этого не пошло 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 и поехала причем самых разных ипостасях вот и в вашем случае то что вы за три месяца нашли работу тестером и потом еще и программистом стали я подумал но это набрать наворотил это уже прямо вот так уже оказывается не только тестером каждый может а уже и программистом на джаве каждый может там вот юристом и так далее конечно я считаю что у вас два очень сильных обстоятельства есть сопутствующих первое твы все-таки достаточно молоды и молодых охотнее берут скажем вот то же самое но допустим было по на 20 лет больше уже была бы совсем другая картина с одной стороны то есть на вас бы уже не рассчитывали сильно второй момент вы все-таки в москве живете и я в данном случае не не думаю что скажем там питер чем-то слабее чем чем москва вот или может быть даже новосибирск вот я я вижу много много людей из таких больших серьезных городов промышленных научных там и так далее они там очень легко выскакивают но конечно вот вы сказали 8 интервью да сколько там у вас было до 8 интервью это же где где вы я вам скажу в америке не так много есть мест где за такое время можно получить 8 интервью даже не не то что начинающего про начинающего вообще не говорю но это одно интервью в месяц застрелишься но просто чтобы вот как сказать начинающий 8 интервью я в кремниевой долине вы не получите в нью-йорке я их мучил нигде не получите 8 интервью даже за полгода если у вас в резюме нет опыта никакого курсу я раскидывал везде везде раскидывал свои объявления прям писала на почту писал хэдхантере везде просто массово активную раза да 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 я очень массово когда них накинулся на все эти компании чтобы ну процент на самом деле не очень большой если так осмотреть я достаточно много отправлял процент больше гораздо вот в разработку было что в разработку даже мне возможно сыграл опыт в тестировании но в разработке дефицит намного острее конечно я сегодня вот сегодня с утра вот у нас сейчас пол двенадцатого утра суббота сегодня с утра там в девять часов вот у меня в скайпе там идет переписка со студентом из флориды из города орландо он такой немножко ну я не знаю я считаю что чувство слишком чувствительный что ли так скажем был какой кинофильм в 50-е годы назывался абитуриенты вот вы можете поискать его найти не там есть такой момент значит девушка приезжает из какой-то глуши в москву но она такая вся распальцованная спонтом и на первом экзамене ей не ставит пятерку трагедия жизни ей перед которой москва должна вообще лечь до ей не ставит пятерку возмущенная она забирает документ понимаешь она забирает документы это вот как белые поймали васильев анчи и говорят ну давай будем сейчас казнить вот давай последнее желание какое есть давай он говорит последнее желание дайте мне гвоздь дародах мы сейчас повесим а шкуру натянем на барабан вот он к дайте мне гвоздь ему дают гвоздь вот вам барабан вот вам барабан вот вам барабан и вот она вот вам всем вот вам всем не буду у вас учиться очень уезжаю и уехала в деревню значит и вот вот то же самое но но то же самое у него было 5 интервью за относительно непродолжительное время казалось бы прыгай до потолка казалось бы что-то ты не ответил на интервью но пришел домой позанимался там следующий раз ответил на одно и то же резюме насколько там вопросов может быть ну ну да немного немного там три-четыре интервью уже все спросили у тебя и он он живет в орландо ему там приходилось но вот он в тампу ездил но это там может быть далековато но есть там полтора-два часа отъехать но но он есть он 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 не отказывался он ехал много то что я поехала мне там не взяли и что я ехал расстройство но все расстройство расстройство 5 интервью и он мне сейчас написал все ягод спасибо гать но я больше не буду этим заниматься я бы ты чего где написано написано что упертый добивается а где написано что три интервью или 5 интервью или что-то вот у вас 8 было вы приближаясь там к восьми у вас было ощущение но еще чуть-чуть или ощущение ну все же теперь точно не будет чем больше интервью ну точно плохого ощущения не было по поводу еще чуть-чуть я наверно немножко расстраивался что блин уже восьмое и может быть и правда что как бы без образования очень сложно но потом опять смотрел как бы видео и в том числе ваши еду нет надо 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 двигаться дальше и тем более раз уже начал и на одну еще семья поддерживал даже на это очень важно когда семья падает очень-очень-очень важно моя как бы мулька в этой ситуации такая допустим тег вот допустим мне нужно 10 интервью вот у него было 5 ягут допустим тебе нужно 10 это значит что с каждым следующим интервью ты ближе 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 к этому десятым то есть все что тебе надо 10 набрать давайте многих людей я думаю что у гораздо большего количества людей проценты людей у них еще одна неудача еще одна неудача еще одна но где-то можно да все сплошная неудача оборот она же все ближе 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 да никто не знает кому сколько на роду написано там пройти интервью пока будет первая работа но что известно что вторая легче а третье еще легче а четвертый еще легче а пятая сама тебя ищет а может и вторая и третья ищет когда ты умеешь чего-то я вообще считаю что как бы вот если суждено в какой-то компании работать то именно в этой ты будешь что как бы тебя не берут в другие потому что ну там будет не так не так хорошо у нас есть мой заместитель она всех на практику устраивать да да раскидывает и бывает там девочки такое вот уже там 3 ты хорошие причем действительно хорошие всех взяли там вещь не взяли и софи играет когда твоя компания придет когда твоя компания придет это вот так происходит все вот прямо да я совершенно согласен с этим потому что я попал в тесте крем именно в такую компанию где у нас было достаточно удобно с графиком работы и у меня была возможность учить java и развиваться мама девушка пожалуйста да ириша ты есть где-нибудь покажись она видит себя на экране да ты себя видишь на экране она она сама себе ручками может не да а вот тут еще есть егуар иди сюда так а сколько и гору егора полтора года он так уже ходит сам там да он уже ходит да иди покажи монитор о здрасте так только она меня не слышит да я сейчас вытащу этот наушники вытащу да я вас слышно так ну вы расскажите это он он не не нервничал не паниковал вот вы его поддерживали как как вот в процессе не работа не нервничал не паниковал шелк 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 в своей цели спокойно ну вот он говорит что вы поддерживали его ну попусти поддерживаю конечно мне кажется я больше всех поддерживаю а вы тоже юрист здравствуйте родители на 102 не гадёва она тоже наш канал смотрит иногда иногда да так и здравствуйте друзья да так хорошо ага там Егорка слушайте они у вас все беленькие смотрите на них ну да я в детстве тоже был белым аааа я тоже был беленький только я еще кудрявый был у меня такие виноградины висели да у меня тоже были кудрявые волосы потом выпрямились а супруга кем работает чем кем чем я занимаюсь организацией детских праздников у меня своя ааа но у вас не возникло тоже мысли пойти там потестировать что-нибудь нет какой-нибудь софт для организации детских праздников нет нет я скользкий человек а вот он психический да имейте ввиду это скользкий путь вот так один другой там да да смотри так они на вас похожи все я смотрю такие да да улыбчивые тоже ну чё ребята совершенно очаровательная картина я считаю так вот ладно спасибо вам что поделились я думаю что ну если даже один человек найдется который посмотрит и скажет я тоже могу то глядишь вот и и уже классно я знаете сейчас там начал там зал ходить там качаться немножко так форму приобрести так там тоже какие-то люди вдруг говорят господи мы вот на вас смотрим вы там вроде одной ногой уже там а вот уже в джим ходите и думаю а мы вот там молодые сидим и тоже пошли значит кого-то я там вдохновил джим ходить кого-то там профессию меня и так интересно вообще но но как сказать когда у человека сидит что-то в голове вопрос толчок нужен вот так что вот я думаю что наша история будет так дай бог будет толчком там для кого-то я прям ужасно им горжусь потому что он пошел за своей целью не побоялся ничего потому что я знаю столько людей которые вот они знают что их это что-то другое в жизни но в итоге так и не решаются а вот прям вот упорно вот он поставил себе цель он идет по этому пути а вот друзья например у вас друзья знакомые они не говорили что это странное с парнем происходит что что случилось ну что же хорошо так из юристов он мог оказаться где-нибудь в депутатах со временем ну или там на гос работе ну чё же хорошо ладно уже тогда не будете депутатом будете вот по этой части все давайте мы ребятам нашим кто нас смотрит зрителям привет передадим и ваши супруги замечательного такие детки я вот прям смотрю даже завидки берут такая у вас семья красивая у вас тоже внучка там маленькая у нас тоже да у нас весело вот особенно когда знаешь когда дети ими занимаются а ты только с ними веселишься это гораздо больше фана ладно все ребята счастливо спасибо может еще там заглядите расскажите хорошо до свидания до свидания